В России все больше молодых людей, занимающихся наукой. Для этого есть условия. И площадка федеральной территории Сириус в подтверждение. Там на конгрессе молодых ученых обсуждают вопросы, которые будут определять наше будущее. Широкое применение роботов, климатические исследования, биоэтика. При этом уже предлагаются решения. Убедился Иван Прозоров. Мы видим уникальные заделы у наших робототехников. Мы видим возможность включать искусственный интеллект в его разработку и продолжать все наработки. Этот проект не зря назвали «Прорыв». На атомных электростанциях нового четвертого поколения роботы смогут работать на самых опасных участках в условиях высокой радиации. Автоматизированные комплексы не просто заменят человека, но и смогут чинить и обслуживать себя самостоятельно. То, что вы видите, здесь сначала будет реализовано в Северске, в Томской области, в проекте «Прорыв». При дальнейшем развитии, модернизации этого производства. А потом уже растиражировано как серийное решение при создании мощных энергетических комплексов. Ничего подобного в мире нигде нет. Это и небольшие роботы, и целые автоматизированные заводы. Передовой центр робототехники накануне показывали президенту. В Сириусе будут обучать инженеров и тестировать автономные системы. Мы очень быстро увидим применение принципов, заложенных здесь, в других отраслях. Например, автомобилестроение, фармацевтическая промышленность. Мне кажется, что нет лучшей формы подготовки кадров, как на таком практически реальном производстве с постоянно обновляющимися задачами. Технологии сегодня развиваются с такой скоростью, что остро встает вопрос о правилах игры в научной среде. Да, есть законы и кодексы, однако нормы права регулируют далеко не все. И помочь здесь должна этика в научных исследованиях. Специальная сессия об этом вызвала на Конгрессе большой интерес. Вызывает вопросы, что здесь этично, а что неэтично. В смысле, стоит ли подольше препарат поддержать на тестированиях, да, или стоит его действительно быстрее вывести на рынок для того, чтобы нуждающиеся пациенты как можно быстрее получили к ним доступ. Особо важно это для так называемых орфанных заболеваний, то есть очень редких, когда масштабные исследования препаратов проводить крайне сложно. Поэтому и нужен новый этический кодекс, который охватил бы и разработку лекарств, и генетические исследования, и фундаментальную науку. Для России это актуально в первую очередь в медицинской сфере, уровень которой постоянно повышается. Вот пандемия закончилась, граница открыта, колоссальный поток желающих приехать лечиться. У нас инфраструктура растет, у нас технологии, которые мы используем, реально великолепны. При этом ценовая политика, в общем-то, позволяет. И при этом люди едут еще в том числе за теми вещами, которых где-либо в другой стране получить нельзя. Поэтому, конечно же, обсуждение и формирование новых подходов просто необходимо. Биоэтика как раз касается работы человека в биологии и медицине. На этой площадке должны появиться четкие нормы, что этично, а что еще нужно доработать. Не сдерживать, а поддерживать развитие передовых технологий. Например, нейрочипирование, то есть импланты в головном мозге. Это обсуждалось буквально две недели назад в Париже на конференции ЮНЕСКО. Наши ученые были там представлены и рассказали, что, несмотря на нынешнюю мировую обстановку, зарубежные коллеги продлили членство России в межправительственном комитете по биоэтике еще на пять лет. Конечно, вопрос непростой, и он решился на полях ЮНЕСКО. И это как раз говорит о том, что все-таки авторитет наших ученых имеет большой вес. Авторитет Министерства здравоохранения Российской Федерации имеет большой вес. И, конечно, работа экспертов пригодится на международном уровне. Но мы сможем отстаивать, конечно, наши позиции. А позиция наших ученых весьма конкретная. Все начинается с личного примера и воспитания. К примеру, система антиплагиат выявляет каждый месяц в нашей научной среде 50-60 нарушителей, которых лишают ученой степени. Поэтому в России появится своя школа этики молодых ученых. Ведь даже искусственный интеллект – это в первую очередь зеркало человеческого. Есть и новые совершенно веяния, применение этих технологий. И как-то они мальца даже пугают, я бы сказала. И заставляю задуматься. Здесь, мне кажется, наиболее важным было бы уточнить, что те нейросети, тот искусственный интеллект, те же чаты GPT, которые формируются, это все формируется на основании тех данных, которые мы скармливаем этим технологиям. То есть какие мы, такие будут эти технологии. Россия со своей богатой культурой, фундаментальными ценностями и правильным воспитанием превращается в ориентир для многих ученых. Центрами научного притяжения становятся и другие страны БРИКС. Десятилетиями студенты из России, Китая, Индии получали стипендии в Канаде и США. И потом университеты предлагали им интересные позиции для продолжения исследований. И на талантах иммигрантов держался успех этих университетов. Я провела исследование, и сейчас ситуация меняется. Студенты отвечают, нет, спасибо, я предпочитаю вернуться домой, где есть возможности для профессионального развития. У них сердце болит за свою страну, и за этими талантами будущее. Ну а сами молодые таланты из 35 стран, что приехали на Конгресс, готовы продолжать работу. Я встретила много единомышленников, которые занимаются такими же исследованиями. И мы обменялись идеями, это большой потенциал. Такие таланты нужно сохранять дома. Здесь вот столько интересного, столько научного, невероятного. И столько молодых людей, которые в этом участвуют, которые столько всего делают. И надо как-то показать миру, насколько Россия технологически успешна. Столько умных, невероятных людей здесь. Итоги Конгресса будут подводить еще несколько дней. Но уже понятно, тысячи молодых ученых смогли обсудить свои научные работы с профессионалами, пообщаться с представителями власти, получить прямую поддержку большого бизнеса. И это все за несколько дней. На это порой уходит целые месяцы. Интерес же к Российскому Конгрессу молодых ученых от года к году только растет. То, что мы видим на стендах, представляют молодые ученые, имеет совершенно конкретное практическое применение для достижения нашего технологического суверенитета, как нам поставил задачу президент. Мы видим также, что сломлен тренд сокращения числа молодых ученых до 29. Впервые мы показали рост. Это все тоже относится к эффекту от мероприятий десятилетия науки и технологий. И таких мероприятий до следующего Конгресса пройдет еще немало. Иван Прозоров, Алена Евтикова, Вячеслав Черешки, Екатерина Ировенко, Екатерина Коряка и Александр Горностаев. Первый канал. Федеральная территория. Сириус.